Друзья, приветствую! Вторая часть посылки от Владимира из Красноярска. Здесь у нас Nesta City Pro 020. Масло с шестым фельсаком. Свежая отработка. Масло эксплуатировалось в гибридном Mitsubishi Outlander с 2-литровым мотором бензином 118 сил. Общий пробег автомобиля 61 тысяча километров. Пробег на масле 8,5 тысяч километров. Средняя скорость 27 и при такой средней скорости 315 моточасов топлива АИ-92, Газпромнефть. Так, напомню, в первой посылке был Syntec Platinum 020, тоже шестой эльсак. И посмотрите, максимальное совпадение по корреляции по пирсену. Первые четыре это у нас эльсаки. Максимальное совпадение Autobax на чуть более полтора процента отличия. И Syntec чуть менее двух процентов отличия. Здесь можно сделать вывод, что масла с шестым эльсаком все плюс-минус похожи друг на друга. Ну, есть, конечно, отличия. Я бы сказал, что если больше процента отличия, то это, значит, ну, точно не один производитель, но очень похоже. Поэтому, я думаю, что рецептура подразумевает некую схожесть. Тут нюансы, наверное, играют больше кто какую базу использует. Ну, вернее, гидрокрекинг от какого производителя. Ну, и прочие такие моменты. Так, скрин с оценкой базы. Напомню тем, кто не знает, чем выше уровень пика, тем больше POW. И чем ниже, тем больше гидрокрекинга. И, возможно, даже минералка добавлена. Так, здесь самый высокий уровень у нас демонстрирует портнамбер 710. Я подобрал 020. То, что у меня есть в базе с шестым эльсаком. Портнамбер 710. Посмотрите, самый высокий уровень. Чуть ниже, чуть ему уступает Syntec Platinum и Nesta City Pro. Практически одинаковые соотношения. Далее идет Автобакс чуть пониже. Похоже, что в Автобаксе тоже какое-то количество присутствует POW. Значит, и сильно уступает, я бы сказал, Lexus. И на последнем месте Kicks. Вот там уже, я думаю, что однозначно это у нас гидрокрекинг. По графику с Сукцинемидом и Эстеры видно, что здесь, опять же, я бы отдал лидерство портнамберу. И Сукцинемидов хороший уровень, и Эстеров больше всего. На втором месте однозначно Lexus. Далее я бы поставил данные Nesta. Сукцинемидов прилично. Ну и остальные три масла, в общем-то, демонстрируют практически линия в линию идут. Ну, очень похожи друг на друга. Вот такое вот наблюдение. Да, спрашивали про Сукцинемиды. Это, да, компонент, который удерживает грязь, лаки, шламы. Также моющие свойства. Ну, вообще, Сукцинемидов там несколько видов разных есть. И они как бы работают в синергии. Много всяких, значит, функций поддерживают. Так, свежее масло. Почти 8 окисления. Да, Эстеров нет, понятно. Но окисление чуть повыше, чем у конкурентов. Уровень противоизносных присадок 1,3. Хороший уровень такой. Ну, в принципе, плюс-минус одинаковый, как и все остальные демонстрируют. Фенольных нет. Тоже картина прям как под копирку. И аминных в районе 0,8 практически всех двадцаток, что я видел. Щелочное 7,35 и кислотное 1,48. Тоже очень похоже. Рабочая вязкость приста 8,58 с антистокс, что укладывается в нормативы для двадцаток. Ну, все получаются так плюс-минус, с учетом нюансов, похожие масла. Ну, и давайте перейдем к отработке. Nesta City Pro, Mitsubishi 4B11, 8,5 тысяч. Да, что мы здесь видим? 1,81% бензина. Ну, для гибрида это нормально. Вообще, для любого автомобиля считается до 2% топлива. Приемлемый уровень. Окисление и нитрование нарастают. Небольшая просадка по противоизносным присадкам, но всего 14%. То есть, мотор в отличном состоянии. Фенольных антиокислителей как не было, естественно, так и нет. Аминные просели на 20%, но тоже это отличный результат. Значит, масло еще имеет достаточные нейтрализующие способности. Щелочное 5,25 и кислотное 2,78. Ну, кислотное чуть больше подросло, но щелочное еще отличное. 7,55 сантистокс вязкость рабочая. Также в масле присутствует 0,11% воды и, значит, 0,02% сажи. Ну, видимо, холодные пуски. 90% эксплуатации город и зимняя эксплуатация. Тут ничего удивительного. Сейчас давайте покажу вам, как выглядит просадка по вязкости. Да, видно, что масло разжижилось, но здесь присутствует и топливо, и некоторое количество воды. Так, ну, видно, масло находится еще, масло еще по вязкости живое. Ну, примерно на 2,3 от допустимого уровня разжижилось. Ну, неплохой результат, на мой взгляд. Ну, и прогноз, что было, что стало. Здесь вообще фантастический прогноз. Больше 500 моточасов. По оксидам азота 1100 часов. И вязкости данной хватило бы на 525 часов. По нижней линии это окисление нитрования. Видно, что смесь забогачена. Ну, видимо, вот эти прогревы и все как бы больше-больше нитрования нарастает, чем окисление. Однозначно можно сделать вывод. В гибридах очень сложно оценивать именно работу масла, потому что непонятно, сколько времени мотор, автомобиль ездит на электричестве, сколько на бензине. Здесь очевидно, что где-то плюс-минус равное количество, мне кажется, и на бензине, и на электричестве. Да, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите уведомления на новых видео. Вот. Единственный вопрос у меня, почему такой результат оказался по Синтеку Платин в Хонде. Вот. Скорее, ну, однозначно, я думаю, что режим эксплуатации другой, и я думаю, что все-таки очень сильно могло повлиять топливо. Там, напомню, практически 3,5% бензина в масле. Так, если была бы возможность как-то выдергивать данные именно по времени работы бензинного мотора, тогда можно было бы как-то оценить. А так, по гибриду, одна машина ездит 50 на 50, например, мотор электричка, а другая, например, практически не заводит мотор, если короткие поездки, и человек там, я не знаю, еще дома как-то подзаряжает. Вообще, возможно заряжать возле дома? Ну, это, наверное, от моделей зависит. Ну, вот такое получилось видео про данное масло. Масло качественное, но, по большому счету, отечественные конкуренты делают не хуже масла. Ну, там, может быть, на какие-то нюансы, но значительно дешевле. Ну, сами поймите, что привезти масло, растаможить, даже ту же канистру сделать в Европе дороже, чем здесь этикетка, полиграфия, все дороже. И потом привезти, растаможить, логистика, НДС и все вот эти на таможню оплаты. Поэтому такое же масло, только дороже. И многие люди переплачивают именно за то, что где-то оно сделано. Кому-то переплачивают, вот, потому что убеждены, что за границей делают лучше. Я считаю, что это далеко не так. У нас есть достойные масла. Так что можно им доверять, я бы сказал. По результатам, по крайней мере, видно. Благодарю Владимира за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи, здоровья. Береги себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok